Развитие индустрии фитнес-клубов в крупных городах России легко можно сравнить с кинокарьерой Райана Госпинга. В момент своих первых шагов она была чем-то нишевым, аутентичным, понятным только узкому кругу людей. Дарила особенные, неподдельные эмоции, которые можно было разделить только с такими же потерянными в мире лицемерия и маркетинговой бескусицы людьми. Впоследствии превратилась в пресный массовый продукт, где вначале ставится вопрос, как привлечь больше тел. А уже потом качество и уникальное. В сфере фитнеса качество самой тренировки и индивидуальность подхода. Первый этап – зарождение фитнес-клубов, а если быть точным – подвалов и подвалов, но каким-то образом с окнами. Папе здорово я и долголетие, привет шлюхам, аплодисменты гостям в студии. Забитых самодельным и не очень железом, которое нельзя переступать и катать по полу. Чтобы не получить по лицу и дать себе возможность получить по спине, при подготовке к подходу сдвигает с безумным взглядом огромный вес в вынужденном малом количестве повторений. Потому что плавная прогрессия веса на снаряде для тех, у кого маленькие яички, а на самом деле просто блины по 2,5 и 1,25 кг – такая же редкость, как зажимы на штангу и свободная горизонтальная лавка в день груди. То есть каждый день. Мерцающий свет, который может внезапно выключиться, и ты подумаешь, что у тебя лопнули глаза от напряжения. Одна банка протеина на весь район, ноль кардиооборудования, потому что нужно равняться на Арнольда, а он любил подключать кардиооборудование напрямую к сердцу. И чуть выше среднего – результативность занятий, потому что тогда еще не было возможности отвлекаться на просмотры мотивационных видео в телефоне, а вместо этого приходилось смотреть и иногда даже шлепать зачем-то вместо спины мотивирующие ягодицы товарища. С другой – недостаток качественного оборудования, а вернее его отсутствие. Обозначим этот легендарный этап фильмом «Ларс и реальная девушка», потому что никто не хочет знать и смотреть этот фильм, и ноль реальных женщин тренировалось тогда в тех залах. Я же этот этап становления пропустил, потому что на тот момент тренировался в месте, где изобрели само понятие пропускания тренировки ног – турнички. Второй этап – треажерные залы с недорогим, максимально практичным на единицу пространства силовым оборудованием и минимум кардиооборудования, просто чтобы согнать туда тех, кто считает, что штанги и гантели вредны для спины и жопы. С этого этапа я начал свои тренировки в треажерном зале. Этап, когда IQ человека определялся простым тестом – Денис Борисов или Юрий Спаса-Кукотский. А пока ты выбирал, для настроения можно было включить безумную восьмичасовую тренировку рук от Рича Пианы, который не знал, что с таким количеством синтола тренировать руки можно ноль часов. Или мотивацию Грега Плита о том, как нужно родиться с идеальной генетикой. В этот момент зарождается отдельное полноценное женское фитнес-направление. Я даже помню отдельные залы для женщин в сети «Империя фитнеса». Но они, по причине отсутствия мужского внимания, были закрыты за отсутствием клиенток. Но, тем не менее, основные решения по оснащению зала оборудованием и менеджменту все еще принимают преимущественно мужчин. Минимум групповых занятий, и они не рекламируются как замена компетентному тренеру с точечной работой, как на финальном этапе изнасилования фитнес-клубов. Мы придем к нему в конце видео. Тренерский состав из людей, которые сначала горели тренировками, достигли существенных результатов через боли и страдания. Боли от импичмента, конечно, а страдания от наличия только одной блочной рамы. Потому что их становление как раз и приходилось на подвальный этап. И уже потом начинали брать за свои профессиональные услуги деньги. Это видно было по подходу к тренировке клиентов. Сейчас полчаса тренировки занимает наматывание резинок на все части тела подопечного. В надежде, наверное, чтобы он не убежал. Считаю этот этап пиком продуктивности и профессионализма. Ничего лишнего. Разные ценовые сегменты, хорошее оборудование встречается с пользователями, которые ради него и пришли. Присваиваю этому этапу штамп-аналогию, фильм эпоха, драйв. Фильмы «Только бог простит» и «Место подсосных». Тогда, после просмотра пары сцен стартовой культовой библиотеки фильмов Гослинга, которая создала тот самый образ полюбившейся современной молодежи, и с которым она могла себя ассоциировать, блуждание по магазину «Пятерочка» со списком однотипных продуктов и случайно встретив любовь всей своей жизни, которая поняла, как привлекать внимание мужчин значительно раньше, чем ты осознал, что институт Ишарага – синонимы. Персонаж Райана смотрит существенную часть хронометража этих фильмов в пустоту, пытаясь понять, что именно привело его на этот жизненный этап и что продолжает вести его вперед. Как и ты смотришь в пустоту при подготовке к очередному отказному подходу, который либо даст тебе ничем не заменимую радость на всю оставшуюся неделю, либо же полностью уничтожит твои надежды на светлое будущее. Здесь ты понимаешь, что являешься частью особенной субкультуры, которая чувствует эту жизнь иначе, чем абсолютное большинство. Третий этап. Теперь о том, что можно накачать определенные части тела и стать чуточку привлекательнее для противоположного пола, знают все. При слове «протеин» слово «почки» приходит уже в голову только самым умственно отсталым людям. Лосины расходятся в магазинах, как горячие пирожки, как, впрочем, и майки для мужчин, с ниточками, закрывающими 3% соска и мутировавшими логотипами американских брендов фитнес-одежды после прохождения через китайские швейные станки по цене 400 рублей за 5 штук. Все это напоминает нам этап карьеры Гослинга, когда выходит фильм «Бегущий по лезвию» 2049, нацеленный уже на массового зрителя, но сохраняя тот самый полюбившийся образ главного героя, потерянного в этой жизни деда-инсайда, буквально тебя, стоящего под дождем, и, наконец, осознавшего, что та самая девушка, любовь всей твоей жизни, ничем не отличается от других. А те качества, которые ты сейчас ищешь в женщине, никак не сопоставимы с современной реальностью. Появляется огромное количество фитнес-инфлюенсеров, а вместе с ними – тренировочных программ, что твой взгляд разбегается, в том числе от количества фитнес-залов на любой вкус и цвет. И, наконец, бесконечного количества кардиооборудования, и, в частности, беговых дорожек, которые, по версии сторонников теории плоской земли, двигают ноги за тебя. Это этап начала моей карьеры в фитнес-сфере, где я через год работы тренером становлюсь координатором тренажерного зала. А значит, теперь знаю всю кухню изнутри и могу поведать о ней вам. Начинаю нанимать на работу тренеров и провожу им собеседование, где я, понимая ответственность перед клиентами, которые будут с ними сотрудничать, и перед клубом, который должен иметь определенный престиж, устраиваю реальный серьезный отсев, оставляя только действительно профессионалов. Плюс основной костяк команды еще до меня составляли тренеры, перекочевавшие в разном соотношении с первого и второго этапа разрушения, в смысле становления фитнес-индустрии. Этот этап тоже имеет максимальную продуктивность тренировок для среднего клиента. Можно найти оборудование с акцентом на любую четвертинку мышечной группы. В среднестатистическом клубе абонементы теперь продает колл-центр, который заходит в тренажерный зал только когда ломается кулер с водой в кабинете. Имеет определенную систему денежной мотивации за продажу определенного количества абонементов, и поэтому впаривает клубные карты буквально все. Также появляются обязательные семинары для тренеров по продажам. Из серии не просто оставь свой номер телефона после пробной тренировки, а спроси рандомно шокированного клиента, во сколько завтра мы приступаем к совместной тренировке за ваши деньги. Я всегда считал такой подход максимально неуважительным к самому себе, ведь к настоящему профессионалу приходят сами, а не он бегает за клиентом. За счет всего этого страдает удержание в самом клубе, и именно в этот момент в револьвер загоняется финальная пуля идея, которая и похоронит фитнес. По крайней мере в той уютной, аутентичной, нацеленной на максимизацию результата атмосфере, а не просто для удержания народа в зале формы. Четвертый этап – смерть фитнес-клубов в классическом понимании. К этому моменту я уже проработал координатором и по совместительству старшим тренером в двух клубах среднего и премиального сегмента. И примерно на этом этапе покинул тренерскую деятельность физического формата. Вся руководящая и управляющая цепочка практически полностью состоит из женщин, большинство из которых даже не занимается в зале и не сможет отличить паренька Смита от Скотта, что в худшую сторону начинает влиять на наполнение зала необходимым оборудованием и приоритетом оказываемых услуг, и все больше уходит в слежку за тем, чтобы тренера носили определенного цвета шорты и ни в коем случае не снимали ублюдского цвета и пошива оранжевой футболки. Да, Спирит? Начинается бесконечное собрание тренерского состава, потому что каждую неделю вводятся новые правила, согласно которым тренеры по 120 кг теперь обязаны проводить групповые программы и в тренажерном зале, как будто групповухи не хватает в зале групповых. Создается приложение на телефон с предустановленными программами тренировок для инвалидов, потому что такой уровень нагрузки будет продуктивен только для тех, кого нужно пересобирать по частям после автокатастрофы, где на машину еще упал сверху вертолет и взорвался. В обязанности тренера теперь входит обязательная рекомендация этого недоприложения, даже если он считает его дерьмом. Тренировки железом по проверенным временем методикам в целом в маркетинге отодвигаются на второй план и на первый выдвигаются групповые и приложения. Фитнес становится все доступнее и популярнее, из-за чего окно часа пик расширяется на весь день. И вместо того, чтобы аннулировать абонементы для откровенного быдла в этой толпе, управляющие и старшие тренеры без яичек, чтобы задать реальные вопросы и что-то противопоставить руководству, заняты проверкой бейджиков и цвета носков у тренеров, которых теперь нанимают не по принципу компетентности в вопросах тренировочного процесса, а по принципу желания участвовать во всем этом клубничном фарсе, где ты больше не профессионал, сенсей, мастер, который выводит человека на совершенно новый уровень физической подготовки и эстетики, а аниматор, который развлекает и удерживает клиентов в клубе. Теперь тебе не нужно даже самому тренироваться. Просто пройди трехмесячные курсы, возьми футболку бейджик и вперед. В клубах, где тренеры работают по системе аренды, то есть платят в месяц клубу определенную сумму, их набирают постоянно, потому что это актив. А если кто-то уходит, потому что ему надоедает драться за свободный коврик для борьбы, в смысле для йоги, вместо него берут новых двух. То есть система устроена как головы гидры во втором подвиге Геракла. Главное следует дебилистическим антипродуктивным правилам. Количество кардиооборудования увеличивается в 30 раз. Заполняет то место, куда бы можно было поставить дубликаты силовых тренажеров, которые часто используют по типу сгибания голени. Вообще все это больше начинает напоминать как раз фильм Барби. Такой же яркий, броский, орущий тебе со всех мониторов, что если ты не посмотришь его, то ты упустишь что-то массовое, грандиозное и вообще ты отстанешь от всеобщего веселья. А на деле абсолютно безвкусный фильм, такой же пустой внутри, как и сам персонаж Кен. Абсолютный мискаст для Гослинга, абсолютная потеря того зрителя, на котором и была построена карьера Райана, но абсолютная победа для бокс-офиса. А фитнес-клубы изуродовали все те же эффективные менеджеры-управляющие, из-за которых пострадало качество конечного продукта. Эффективность самих тренировок, потому что вместо того, чтобы принять позицию связующего звена между теми, кто шарит тренерским составом и высшим руководством и директором, чтобы взаимодействие шло в обе стороны, например, в футболке дерьмо поменяли, оборудование дерьмо заменили, групповые с тренажером в зале дерьмо убрали, приложение полное дерьмо скорректировали. Они просто безукоризненно и без собственного мнения и попыток его озвучить просто скидывают сверху решения и идеи из отборного КАМ. Всем тренирующимся я же рекомендую бороться с пропагандой, некачественной информацией и бесполезных услуг путем собственного исследования. Находите, читайте и слушайте источники, которые качественно аргументируют свою информацию и прогоняйте ее через призму критического мышления. Нравится групповух? Групповые программы? Определите сначала, что вы хотите от них получить. Дадут существенную гипертрофию? Нет. Сжечь больше калорий, чем, к примеру, на кардиооборудовании? Маловероятно. Заняться растяжкой под надзором профессионалов компании Джона Траволты? Тогда вам сюда. Думаешь пойти потягать железки, потому что коллеги по работе так делают, а тебе всего лишь нужно скинуть пару килограмм? Для этого не нужно именно идти в тренажерный зал. Тебе нужно больше двигаться и меньше есть. Попробуй активность, которая приносит тебе удовольствие. Большой теннис? Плавание? Активная сексуальная жизнь? Конечно, нет. И давайте же сделаем тренажерный зал снова великий. А от Райана Гослинга я жду возвращения того самого образа Literally Me, с чего все и начиналось. Что же я все о себе в третьем лице? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мою группу в Telegram, чтобы узнавать подробности моего тренировочного процесса. Поддержите меня на Boosty, где я недавно опубликовал ролик о том, что я ел, чтобы опуститься ниже 8% подкожного жира. Поддержите меня на Boosty, там я недавно выложил свое питание, которое я использовал для похудения до 8% подкожного жира. Все ссылки в описании.